друзья всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если вы здесь впервые то мне было чрезвычайно приятно если вы подписались оцените это видео непременно и не забудь нажать на колокольчик конечно чтобы не пропускать мои загрузки я часто стараюсь загружать до 3 до 7 раз в неделю до никогда не знаешь поэтому не буду обещать но стараюсь как можно чаще итак друзья сегодня мы разбираем очередной парфюмерный дом и на самом деле я вам всегда рассказываю немножко про историю этого парфюмерного дома ну не только этого а вообще в принципе когда я делаю такие видео но дело в том что у меня уже есть одно видео посвященный посвященный килин она была снята сто лет назад и там я рассказываю про коллекцию из 4 аромата этом разбираю вот этих шарика которые у них там принцесс и так далее да на самом деле объективно говоря не совсем удачно это коллекция конечно но тем не менее в общем вот в том видео я вам говорю про бренд как он появился кто его создатель и т.д. и т.п. поэтому в этом видео я не буду повторяться если вам интересно посмотрите то а сегодня мы поговорим о 6 ароматов на ароматах самых популярных от байкилин основная коллекция вот эти наркотик наркотикс по моему нас называется да это коллекция вот и все вы их знаете если вы естественно интересуетесь парфюмом да вот я уверена что по крайней мере вы о них слышали если не пробовали но я думаю что они находятся в принципе в легком доступе килин они по везде продаются хоть этой ниши но во всех магазинах может пойти их понюхать и так далее и тому подобное вот а пока мы начнем друзья я честно пыталась распределить эти шесть ароматов по местам честно пыталась у меня в итоге ничего не получилось поэтому я не буду давать им оценки но я естественно буду вам говорит сомнения но ты опять до описание так далее но тем не менее я хочу начать с самого наименее понравившимся мне ароматы и он называется стрейк тюхейвен то есть это прямиком в рай ноты аромата следующие пачули мускатный орех и кедр это я буду называть только основные ноты их описание темный ром определяет начало гурманского аккорда смягченного сливочной ванилью и сухофруктами пряные пачули сочетаются со свежим древесным ароматом кедра в завершение ой охрипло короче друзья мое мнение вот вообще по описанию конечно звучит шикарно вот если я только вот это описание прочитала без затеста я бы подумал это то что я люблю то есть вот это вот все сухофрукты сливочная ваниль ром это по идее звучит все замечательно но для меня первый вдох этого аромата полон подвальных с гнильцой пачули то есть вы понимаете да пачули же могут быть разные вот здесь в этом аромате подвальные из гнильцой они такой они создают такой темное вечерние сумрачное настроение поэтому такие пироги мускатный орех друзья добавляет медицинского душка к тому же и очень конечно это странный аромат совершенно не гурманский для меня хотя по нотам по описанию совершенно гурманский в итоге это землистый пачули после дождя и только все это все что слышу в этом аромате к сожалению пишите знаете ли вы какие-то из этих парфюмов сфейте иван я знаю что то очень популярный популярный вариант поэтому что чувствуете вы напишите обязательно мне очень интересно но к сожалению для меня он оказался самым непривлекательным так такие пироги так это значит номер шесть идем дальше далее чуть более ну как сказать в общем понравился мне чуть больше но не сильно идет знаменитейшая good girl gone bad да плохая девочка мне хорошая девочка превратишься плохую ставших плохой ноты следующие цветение апельсина асмантус и тубероза их описание полу невинный полусладострасный абсолют асмантуса с оттенком абрикоса цветы апельсина и абсолют майской розы открывающий аромат предстают перед самой искусительницей взрыв трех цветов абсолют туперозы жасмин и нарцисс вот друзья казалось бы название такой громко кричащая good girl gone bad но для меня это к сожалению абсолютно обычный легкий цветочный запах несоответствующий названию совершенно вернее он как бы соответствует ему только на 50 процентов здесь только ощущается друзья хорошая девочка на 50 процентов и на доль плохая на доль плохая просто слабо цитрусовый аромат получше чем предыдущий подвальные затхлые пачули но любом случае я ожидала чего-то большего особенно основываясь на названии основываясь вот допустим должна на описание на том же разочаровал разочаровал поэтому совершенно я не понимаю в чем его хайп и мне кажется я не одиноко в своем мнении что название как-то не соответствует да то есть если речь идет о хорошей девочки ставший плохой то аромат должен быть поинтереснее если честно с каким-нибудь переходами по крайней мере а он какой-то немножко монотонный цитрусовый не знаю так дальше дальше следующие все мне уже нравится как бы примерно на одном уровне то есть больше чем предыдущие но друзья вам хочу сказать план не будем забегать вперед следующий аромат под названием moonlight in heaven они любят супра прорай райские какие-то у них такие темы всегда ноты грейпфрут манго жареные бобы тонко описание виздесущий moonlight in heaven искрится цитрусовым началом вдохновленным дуэтом лимона и грейпфрута приправленным ягодами розового перца кокосовое молоко и рис белое как лик луны завершают аромат сливочного манго и пудрового жасмина бобов тонко и нежного ветивера вот то же самое да по но там по описанию восторг друзья ну вы смотрите вот совершенно обычный по началу аромали меня даже странно обычный я сначала когда брызнула я бы я даже сказал никакой если честно очень сложно оценивать как бы этот аромат потому что и меня от него хочется зевать чувствую слабый жасмин и мало чего еще мало чего еще разочарование но друзья что происходит потом подождите не спешите делать выводы быстрые такие как у меня я не верю друзья происходит трансформация и аромат начинает звучать совершенно по-другому проступают фрукты манго тропики лето и становится он все слаще и слаще что-то меня в итоге все равно начинают в нем раздражать и это что-то я подозреваю это мыльность к сожалению это мыльность то есть он поначалу никакой потом он классный летний фруктовый тропический а потом он замыливается так что мне от него становится немножко даже дурно поэтому я бы естественно ни за что не стал его покупать в полном варианте но я знаю опять же опять же опять же все эти ароматы супер популярны супер трендовые да и большинство людей их обожают но вот я не поняла я не поняла на самом деле я рада потому что они очень дорого стоят я конечно я бы была еще более разочарована сильно если бы не всех захотелось купить так идем дальше следующий аромат о ну этот вы знаете это знают все более того это любимый один из я думаю но какое-то время был самый любимый аромат риан и певицы love don't be shy он поэтому и стал трендом и номер один у них бестселлер его раскупают всегда потому что она в каком-то интервью упомянула что то ее любимый аромат и все все она продала весь love don't be shy от by killing ноты не роли цветение апельсина и маршмеллоу описание невинность первой любви дает о себе знать сочной жимолостью и плющевой розой мягкостью сочного сахарного аккорда утоляющего жажду новой любви теплая теплая амбровая база придает аромату пульсирующую чувственность так друзья я очень хотела предвкушала его попробовать и судя по тому что все о нем кричат и визжат и в восторге просто скупают я думаю ну это что должно быть совершенно великолепно и обязательно должно мне понравиться друзья значит это очень сладкий аромат с аккордами из белых цветов ну вы поняли да не роли цветение апельсина все белые цветы цветочно гурманский он притягательный конечно он приятный необычное сочетание значит вот это вот сочетание белых цветов и маршмеллоу до гурманского аккорда это конечно сводит с ума многих потому что это как бы не стандартный вариант к моему большому сожалению друзья в итоге все это превращается в какой-то жасминовый чай с сахаром я жасмин терпеть не могу и не роли не люблю и цветение апельсина тоже не люблю и жасминовый чай нет 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 и поэтому как бы я так думаю вау о чем они все говорят да но опять же друзья с тобой происходит чудо затем снова появляется вот этот запах маршмеллоу да то что курманский сладенький аккорд сахар и он становится лучше намного лучше но значит когда я его тестировала я его нанесла и мы на весь день поехали в пригород это касается друзья всех ароматов вот эти которые мы сегодня разбираем стойкость просто странная за такие деньги стойкость очень очень слабо я на протяжении всего дня я очень редко когда какой-то чуть-чуть что-то там я ощущала вспоминала что он на мне есть очень слабый аромат и все остальные опять же я не поняла за что такие деньги за что такие деньги друзья поэтому я очень рада что он мне не понравился как не понравился он как бы обычно ну так себе он вернее он необычен да я могу сказать что он необычен но хайп я не знаю откуда вернее опять же я знаю откуда хайп но друзья это же не знаю в общем я мне не нравится сочетание белых цветов и гурманского аккорда маршмеллоу что-то как-то это не для меня плюс плохая стойкость плюс что еще то в общем нет 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 я еще думала ой как хорошо что мне не понравился в итоге потому что он очень дорого стоит так идем дальше мы уже четыре до обсудили следующий аромат который я тоже самое рассматривал то есть он мне понравился вот love don't be shy я выделила и мне понравился еще один мега популярный black phantom черный фантом ноты ром кофе цианид их описание ромовый аккорд усиливает аромат крепкого кофе в сердце сбалансированной эссенции ветивера трудное путешествие принесет сладкую награду друзья это интересный аромат на самом деле значит я чувствую что в первую очередь когда я его брызгал орехи да много черного кофе алкоголь и естественно соответствующее настроение он такой притягательный он загадочный он темный он гурманский он вкусненький такой прекрасный но опять у меня есть проблема с этим ароматом я чувствую даже когда я первый раз его брызгала гнилушку пахнет гнилью и пахнет мокрой землей это не первый аромат с которым у меня такая возникает проблема вот например у нишане у них есть аромат ани и это прекрасный ванильный аромат но чувствую я в нем гнилушку и все и вот здесь то же самое что дает какие ноты это дают я не знаю но но вот какое-то сочетание и не могу никак от него избавиться от этого вот этого навязчивого гнилого запаха то же самое хотя вот этот черный фантом и все такое как бы он не стойкий ну вернее он как ну стойкий но он близко к коже сидит да то есть как бы я не знаю кто то от вас его вообще почувствует или нет какой то шлейф он вообще оставляет сомневаюсь какое то они странно у них в этом плане качество в общем нет тоже я его отмела из своего вишлиста ну первое впечатление я думаю да вот эти два мне больше всех понравились но нет 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 и слава богу мне он не понадобится последний аромат тоже мега популярный называется он rolling in love и нота следующая миндальное молоко и рис мускус описание rolling in love передает ощущение чувство любви которое кажется почти проникающим под кожу работая с парфюмером Паскалем Гореном Киллиан Хеннесси выбрал совершенно новое направление rolling in love более прямолинеен и менее многогранен чем его предыдущие ароматы почти монохроматичен в сфокусированном представлении одной эмоции rolling in love это белый аромат наслаивающий различные текстуры на шлейф аромата с нотами семян амбретты миндального молока и риса и мускуса пшик помада 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 и это не удивительно друзья потому что здесь много ириса ирис какую дает ноту помадную пудровую то что я не люблю не люблю это такая знаете сочная плотная вечерняя темно-бордовая помада прям как их флакон и я знаете что себе представляю всегда когда такие запахи ощущаю я представляю театр тяжелые кулисы такие и такую таинственную атмосферу если вы когда-либо в театре я думаю что вы были такие легкие покашливые шорох программок вот этих и шепот и всеобщие ожидания начала представления вот такая атмосфера мне представляется аромат парадный на самом деле он такой на выход по поводу для помадного друзья он приятный я вот сколько помадных пробовала вот от майзон майжела вот этот от джульет хазеган тоже у них есть помадный вот этот самый приятный из серии помадных он в базе потому что становится менее помадным и более таким приятным что ли тем не менее он все равно остается довольно плотным таким вечерним на холодное время года лучше подойдет но в базе он мне нравится больше в общем вот такие пироги друзья ничего из этого я не хочу приобретать мы сегодня обсуждали только вот такую основную коллекцию я не затрагиваю коллекцию которая у них в алкогольных стаканчиках алкогольная коллекция у меня есть и я еще хочу apple бренди остальные два я не пробовала но я обязательно их попробую может быть отдельное видео сделать по той коллекции но вот это что-то основное как-то делаю я вывод что killian это вообще-то не мой бренд если честно потому что и вот эти в шариках мне не понравилось не понравилось сильно у них коллекции и вот в этой что-то я для себя ничего не нашла но вот алкогольная вот это бомба по крайней мере два аромата из четырех это сто процентов я один уже приобрела и второй обязательно хочу яблочный да вот так что пишите как вам killian стоит ли он своих денег потому что стоит он дико дорого у меня к нему есть вопрос по поводу вот стойкости и так далее вообще аромат у них конечно интересные они такие да они довольно нишевые они довольно нестандартные но как-то все как-то мимо меня прошло как-то мимо меня вот мне было бы интересно почитать услышать ваше мнение подписывайтесь я обязательно буду снимать еще по разным брендам и не только а поэтому асфальт за нашу замечательную компанию а пока мы тогда будем прощаться всего хорошего вам желаю пока 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 пока